Всем привет! К этому моменту на этом канале было рассмотрено множество базовых технологий, таких как модуляция и обработка радиосигналов, архитектуры и микропроцессоры, особенности программной обработки данных и при помощи высокопроизводительных интегральных схем. Используя даже эту небольшую базу, можно описать работу большинства технических средств недавнего прошлого и современности, которыми мы активно пользовались и пользуемся до сих пор. На этот раз посмотрим как простейший процессор, родом из 70-х годов, в совокупности с радиосигналами повлиял в недавнем прошлом на наш быт и культурное окружение. На самом деле по меркам электроники основные события развивались в далеком прошлом, но по меркам жизни человека эта история произошла совсем недавно. В 90-х и в начале 2000-х годов, когда недавно рассмотренная на этом канале сотовая связь была еще очень дорогой. Простым потребителям с низким достатком была предложена дешевая мобильная связь со своими особенностями. К стандарту сотовой связи GSM она не имела никакого отношения. Это была односторонняя передача радиосигнала, переносящего цифровую информацию с передающей станции на простейшие абонентские устройства размером с один или два спичечных коробка. Абонентское устройство, называемое пейджером, принимало и обрабатывало радиосигнал, выделяло из него полезную информацию. Сохраняло ее в памяти устройство и показывало пользователю переданное сообщение при помощи небольшого жидкокристаллического дисплея. Если оператор связи устанавливал дополнительное приемное оборудование, то при помощи двухстороннего пейджера была возможности передавать короткие текстовые сообщения, набираемые при помощи простейшей клавиатуры. Однако в реальной жизни мало кто видел такие устройства и кроме как на картинке их увидеть скорее всего не представится никакой возможности. Ввиду удешевления услуг сотовой связи и благодаря почти что бесплатным смс-сообщениям технология односторонней передачи информации утратила свою актуальности к середине 2000-х годов из нашего обихода исчезли как сами пейджеры, так и компании операторы. Доходы от абонентской платы у пейджинговых операторов сокращались с катастрофической быстротой. Несмотря на смерть технологии для массового потребителя, она остается интересной с точки зрения обучения будущих инженеров-разработчиков и кто знает, сколько уже существует неизвестных нам перерождений этой технологии в различных организациях. На самом деле с развитием микроэлектроники стоимость микрокомпьютеров вроде ардуино и радиомодулей к нему стало совсем смешной. При этом создать свою собственную пейджинговую сеть совсем не сложно. Для того чтобы поглубже разобраться с техническими вопросами окунемся сперва в радиосигналы. Как мы помним из одного из прошлых выпусков, для того чтобы радиосигнал переносил информацию, необходимо чтобы как минимум. Один из параметров синусоидального колебания подвергался изменениям в строгом соответствии с изменением передаваемого информационного сигнала. Это может быть амплитуда, фаза или частота гармонического колебания. Чтобы долго не заниматься исследованиями и разработками в области эффективности передачи информации в конкретных заданных условиях, можно воспользоваться уже готовым решением. объединяющим в себе простоту инженерной реализации и довольно высокую помехоустойчивость. Для стандартизации всего передающего и приемного оборудования и для его максимального упрощения в 80-х годах прошлого века было принято передавать цифровую информацию при помощи частотной манипуляции несущего колебания. Это означает, что логическая единица и ноль передаются отклонением частоты несущего колебания от центрального значения в меньшую и большую стороны. В принятом стандарте ПАКСАК разнос частот между нулем и единицей был аж 25 кГц при довольно невысокой скорости 1200-2400 бит в секунду. Для передачи коротких текстовых сообщений этого было вполне достаточно. Для защиты от ошибок применялись избыточные помехоустойчивые коды, о которых очень кратко было сказано в одном из прошлых выпусков. К каждому информационному блоку в 21 бит добавляется проверочная часть из 11 бит, что довольно неплохо защищает полезные данные от ошибок при их передаче через довольно зашумленный радиоэфир. Довольно неплохо это про эксперименты в лабораторных условиях, а в жизни бывали самые разные ситуации. При большом удалении приемника от базовой станции и если при этом он находился в подъезде на лестничной клетке, сообщение часто не доходило до адресата. Односторонняя передача данных при этом не позволяет отправить уведомления об успешном приеме. Цифровой частотно-модулированный сигнал довольно удобен в обработке и в самом простом случае для выделения полезных данных подойдет простейший детектор мощности сигнала на одной из фиксированных частот. Сравнивая две мощности синусоиды на разных частотах можно определить какой бит передается. Конечно же тут не рассматриваются вопросы синхронизации бит по времени, что безусловно заинтересует зрителей, тянущихся к цифровой обработке сигнала и радиоавтоматики, но разработчикам полагающимся на уже готовые модули такая информация будет излишней. В схеме типичного пейджера приемника после антенны следует усилитель и преобразователь частоты. Путем умножения принятого и усиленного сигнала на опорную гармонику происходит перенос модулированного сигнала на более низкие частоты, удобные для дальнейшей обработки. В целях максимального удешевления пейджеров модуль частотной демодуляции выполнен в единой интегральной схеме. Однако для общей универсальности в применении микросхема требует наличие довольно мощной обвязки, так что разбираться в алгоритмах обработки сигнала все же стоит. После демодуляции сигнала появляются биты, несущие как полезную, так и служебную информацию. Имея подробную документацию на стандарт передачи данных можно заставить любой вычислитель исправить возникшие ошибки и выделить из битового потока информационное сообщение для пользователя. Управление устройством осуществляется при помощи клавиш, индикация и звуковое оповещение происходит соответственно через жидкокристаллический дисплей и простейшую пищалку. Работа со всей этой периферии и разбор битового потока происходит программно на базе простейшего микроконтроллера. В качестве простейшего микроконтроллера применялся контроллер на основе довольно древней, но очень продуманной архитектуры 6800 разработки корпорации Моторола. Время появления архитектуры на свет – середина 70-х годов прошлого века. В то время только начались войны домашних компьютеров за право оказаться на наших столах. У процессора-героя этого выпуска для этого было много шансов. Он был проще и понятнее, чем ближайший конкурент с маркировкой 6502 компании MOS. Этому процессору был посвящен отдельный выпуск, смотрите по ссылке в описании. Насколько же хорош 8-битный процессор Моторолы? 16-битная шина данных пригодна для адресации 64 килобайт данных. В составе процессора два 8-битных регистра аккумулятора, регистр статуса из шести флагов и три 16-битных регистра. Один из них индексный, использующийся для хранения адреса данных в памяти. При помощи этого адреса и еще байта смещения от этого индекса реализуется один из самых удобных режимов адресации. Регистр указателя стека служат для хранения адреса вершины стека. При выполнении программой цепочки вызова функции указатель стека стремится к младшим адресам и каждый раз указывает на начало локальных переменных очередной функции. Более подробно об этом можно узнать из выпуска по ссылке в описании. Наконец, щечек инструкции содержит адрес очередной выполняемой инструкции. Вернее, будет сказать адрес байта инструкции, потому как инструкции могут состоять из одного, двух или даже трех байт. Например, инструкция сложения содержимого двух регистров состоит из одного байта, она не требует дополнительных операндов. В байте кода команды сказано все, что нужно, поэтому и выполняется такая инструкция максимально быстро. Такое же сложение, но не между содержимым регистров, а с содержимым памяти или при непосредственном указании в команде величины, с которой происходит сложение. Все это требует дополнительных операндов к байту команды. А потому считываются из памяти и выполняются такие инструкции медленнее, чем происходит операция сложения между содержимым регистров. Только посмотрите на красоту инженерного решения. В машинных командах меняются только четыре старших бита, что несомненно упрощает конструкцию дешифратора команд. Точно такая же история в других группах инструкций. Например, сложение с учетом флага переноса после предыдущей операции. Четыре режима адресации и два регистра, но для всей группы меняются только четыре старших бита кода команды. Логические операции и операции сравнения, загрузки данных из памяти в регистры и выгрузки данных в память из регистров. В том числе и 16-разрядных индексного регистра указателя стека. Все это подчиняется единому замыслу минимизации дешифратора команд. Сейчас будет уместно сказать, что процессор 6502 фирмы MOS оказался более сложным и содержал в себе 4528 транзисторов. Против 4100 транзисторов героя этого выпуска процессора Motorola 6800. Однако процент выхода годных кристаллов при производстве у конкурента оказался существенно больше, поэтому 6502 оказался более дешевым и востребованным. Домашние компьютеры делались преимущественно с процессором 6502, однако существовали компьютеры и на базе героя этого выпуска. Процессор память, последовательный интерфейс передачи данных и вот уже на домашнем столе компьютер, который ранее имел размеры холодильника. В совсем уж бюджетном варианте можно было обойтись консолью программиста и заносить в память команды прямо в виде машинных кодов, выставляя переключателями адрес и содержимое ячейки памяти. К моменту разработки пейджеров процессор от Motorola изготавливался уже по совсем иным технологиям и вмещал в себя кроме самого процессора еще массу полезных модулей. Например, энергонезависимую память для хранения каких-либо настроек, настраиваемый внутренний тактовый генератор, контроллер шины сбора данных. Многоканальный аналого-цифровой преобразователь для оцифровки аналоговых напряжений со всевозможных датчиков, а также других модулей. Все это, будучи собранным на одной интегральной схеме, оказалось очень востребованным для нужд автоматизации и массовое изготовление таких чипов сделали их очень дешевыми. Такая интеграция все в одном сменила название с микропроцессора на микроконтроллер. Запись данных в любой внутренний регистр любого оборудования контроллера – это сохранение данных в памяти по нужному адресу. Именно так выглядит проецирование регистров оборудования на адресное пространство. Физически запись происходит в регистры, однако программист выполняет запись необходимых данных в память по адресам, указанным в документации. Настройка пейджера на параметры радиосети оператора осуществлялась при помощи последовательного интерфейса связи с компьютером. В число параметров входит абонентский номер устройства, на который отправляются данные, скорость и протокол передачи данных. Кроме параметров в сети существует еще большое количество пользовательских настроек. Таким образом, после сохранения данных на энергонезависимой памяти устройство оно готово к работе. Конечно же, массовому потребителю продавались уже настроенные пейджеры без необходимости доступа во внутренности через интерфейс RS-232. Подводим итоги. Технология односторонней передачи данных через радиоэфир имеет свои достоинства и недостатки. Однако дешевизна услуги и абонентского терминала – это основное достоинство, позволившее технологии приобрести широкую популярность. Эта технология базируется на радиосигналах с частотной манипуляцией несущего колебания, дешевых комплектующих для обработки простого сигнала. В том числе и архитектурно-превосходном микроконтроллере – разработке компании Моторола. К сожалению, популярность пейджинга в широких массах сошла на нет, однако вполне возможно, что раскрыт еще не весь потенциал и достоинства этого способа связи нам еще могут пригодиться. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного и ставьте приятные лайки. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok